МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В квартирах татарстанцев прописываются без ведома хозяев. Как это возможно? Это и многое другое в ближайший час на канале Россия 24. В студии Эльвира Файзулина. Здравствуйте. После Вести не пропустите программу напрямую с Артемом Тюрином. У него в гостях будет известная исполнительница Зуфия Камалова. А пока главным темам. Создана комиссия по расследованию авиакатастрофы и ликвидации ее последствий. Ею руководит министр транспорта России Максим Соколов. Об этом сегодня говорили в Москве на заседании президиума правительства. Его провел премьер-министр Дмитрий Медведев. Следственный комитет собрал больше 800 фрагментов тел. В лаборатории МВД Татарстана находятся 188 останков. 100 в министерстве здравоохранения. Несколько сотен переправлено в Москву для более тонких экспертиз. Обсудили и рынок авиаперевозок. Большинство компаний имеет слабую материально-техническую базу. Нужен комплекс мер по улучшению работы авиаперевозчиков. Разработкой займется комиссия. По итогам работы технической комиссии МАКа и следственных структур я жду от вас предложений по оптимизации работы перевозчиков нашей страны, работы с экипажами, а также других предложений, связанных с тем, каким образом осуществлять управление воздушным транспортом. На том же заседании Президиума правительства России министр транспорта Максим Соколов сообщил, все спасатели покинули территорию крушения Боинга. Место авиакатастрофы посетят родственники пассажиров и членов экипажа. Сегодня на месте крушения возложили первые цветы в память о погибших. Сделали это журналисты. Им сегодня показали то самое место, где еще вчера была глубокая воронка и тысячи обломков. Что там сейчас, узнаем у Светланы Салмановой. Площадь обследования после падения Боинга 737 занимала несколько километров, но сам очаг, то место, где была очень глубокая воронка, находится за моей спиной. И буквально за два часа до приезда журналистов это место засыпали и разровняли. И как сообщили в пресс-подходе, говорят, что следственные действия основные уже закончены. В суд медэкспертизу поступили тысячи фрагментов тел. Но, несмотря на это, даже в эти минуты на месте находятся машины скорой помощи, находятся машины Следственного комитета России. Тел, пригодных для опознания, то есть целых тел, не обнаружены. То есть на месте происшествия обнаружены лишь фрагменты тел. Взрыв был такой силы, что люди получили очень сильные повреждения. Следователями направлены соответствующие материалы для проведения генетических экспертиз. Экспертизы, соответствующие, назначенные и в Москве для ускорения этих процедур. Цветы продолжают приносить и в аэропорт, там, где список погибших, импровизированный мемориал. Там просто горы цветов, цветы возложены уже в три ряда, там и фотографии. Люди, те, кто прилетает и улетает из Казанского аэропорта, несут цветы. И букеты принесли даже сюда, на место падения авиалайнера. Что касается речевого самописца, его сейчас расшифровывают. Запись речевого бортового самописца в настоящее время расшифровывается экспертами МАК. У нас сложно сказать, что сейчас с пленкой, если она будет расшифрована, соответственно, результаты будут предоставлены. Сейчас это место, где был сам очаг, где была вот эта глубокая воронка, оно оцеплено забором. Но есть информация о том, что в дальнейшем на этом месте будет мемориал памяти, если, конечно, позволит безопасность аэропорта, безопасность полетов. Светлана Салманова, Айрат Каюмов, Вести, Татарстан. За ехидство отправят на общественные работы. В Государственной Думе предложили наказать тех, кто шутил о трагедии в Казани. Отмечу, в день катастрофы на федеральных каналах отменили развлекательные программы. Своё негодование по этому поводу начали высказывать в социальных сетях. Цитата. «Это кошмар. Телевидение отменило КВН. Какая-то трагедия в Казани мне помешала посмотреть КВН». Депутаты назвали данные высказывания пробелом в воспитании и призвали Генеральную прокуратуру проверить пользователей и наказать. Сегодня в московском районном суде о Казани должны были завершить допрос последнего из обвиняемых по делу Булгарии. Но финал этой части так и не состоялся. Адвокат старшего помощника капитана судна Рамиля Хаметова потребовал провести психиатрическую экспертизу подсудимого. По его заявлению он невменяем, как был невменяем и в момент крушения Булгарии. Суд принял ходатайство. На процессе побывала Инна Данилова. Почти на гамлетовский вопрос предстоит ответить специалистам Республиканской психиатрической больницы в отношении подсудимого Рамиля Хаметова. А именно, насколько был вменяем старший помощник капитана Булгарии в момент крушения судна. И насколько здоров он сейчас во время процесса над обвиняемыми в этой трагедии. Судья уже допросил четверых из пяти подсудимых по этому делу. Светлану Инякину, Якова Ивашова, Владислава Семенова и Ирика Тимиргазеева. И вот, когда дело дошло до допроса Рамиля Хаметова, его адвокат и заявил ходатайство о проведении в отношении его клиента стационарной судебно-психиатрической экспертизы, ввиду выявленной у него, цитата, «острой реакции на стресс и пролонгированной депрессивной реакции». Конец цитаты. И здесь все за и против. Судья это ходатайство удовлетворил. На момент трагедии и до трагедии данных о невменяемости мы не заслышали ни разу. И считаем, что он вполне был адекватный и, более того, отдавал себе полного отчета. Что касается его переживаний здесь в суде, мы видим, наверное, это мое мнение, и единственный из обвиняемых, кто действительно переживает, и его неоднократные заявления о соболезновании, сочувствии в адрес потерпевших мы воспринимаем как искренне. Чего не могу сказать про других. Во время судебного процессора Мехаметов действительно неоднократно лечился, и сейчас даже стоит на учете у психиатра. Скорректирован вопрос, какое психиатрическое состояние в данный момент, то есть после уже совершенного инкриминированного деяния. Поскольку и постановка его на учет, и нахождение его на лечение было вызвано именно последствиями этой трагедии. По словам гособвинителя, теперь сценариев развития событий два. Если врачи признают Хаметова вменяемым, то суд просто продолжит свою работу в прежнем режиме. А вот если не вменяемым, тогда его дело, скорее всего, будет выделено в отдельное производство, вновь отправлено в Следственный комитет и уже оттуда в суд, который и будет решать вопрос о помещении его в соответствующее медицинское учреждение. В любом случае, произойдет это не ранее, чем через три недели, а то и больше. Ровно столько времени потребуется для проведения стационарной психиатрической экспертизы. На это время в процессе объявлен перерыв. Инна Данилова, Адельмин Дубаев, Вести, Татарстан. А теперь блок деловых новостей. Сегодня в Государственном Совете Республики разгорелись нешуточные споры. Парламентарии обсуждали бюджет на следующий год и плановый период на 2015-2016 годы. На 46-й сессии Госсовета в центре внимания сегодня был дискуссионный законопроект о содержании домашних животных и, конечно же, не смогли обойти стороной грядущей 20-летия Российской Конституции. Сейчас в парламенте работает наш корреспондент Дмитрий Фторов. Здравствуйте, Дмитрий. Ждем от вас подробностей. Добрый вечер, коллеги. Сегодняшняя сессия проходит до самого вечера. Обсуждение главного финансового документа во втором чтении, как правило, занимает не один час. Но до начала депутаты минуты молчания почтили память погибших в авиакатастрофе в небе над Казанью. В процедуре утверждения мировых судей возникло немало вопросов. Оказалось, у некоторых служителей Фемиды есть административные правонарушения, например, за превышение скорости, да и не все формулировки при подготовке документов выдерживают критику. В служебной характеристике очень интересно написана вещь. По итогам 2019 года в Спасском районе прогнозный показатель федеральной целевой программы количество погибших выполнен. В ДПТП погиб один человек. При прогнозируем показатель два. Это вот я не понял. Ну что это за формулировка? С ней стыдно даже выходить. Дай я почитаю еще раз. Ну как так можно написать? По итогам 2012 года в Спасском районе прогнозный показатель федеральной целевой программы по количеству погибших выполнен по ДТП. Погиб один человек. При прогнозах два человека. Куда это годится? Что за значит? Поправки бюджета были детально рассмотрены на профильном комитете. Из 371 до сессии дошли 353. На заседании были одобрены предложения правительства, парламентских комитетов и отдельных депутатов. В таблице отклоненных в основном поправки от фракции КПРФ. Они касаются тарифов по оплате за детские сады, увеличения финансирования на строительство дорог и некоторых социальных объектов. Большинство из них депутатский корпус не поддержал. Кое-какие коммунисты сняли с обсуждения сами, поскольку частично их позиции обещали учесть. Мы, конечно, считаем рады, что есть они все, вот эти поправки пошли. И я считаю, что бюджет должен быть нормальный для функционирования. В итоге собрать в казну в следующем году планируется 144,5 миллиарда рублей. И зарасходовать 153 миллиарда. Таким образом, дефицит бюджета ожидается не менее 8,5 миллиардов рублей. Не менее жаркий дискуссий вызвал беспрецедентный законопроект о содержании домашних животных. Какой длины должен быть ошейник у собаки? Где их можно выгуливать? Как содержать своего домашнего питомца в квартирах? Вопросов пока больше, чем очевидных ответов. По факту получилось так, что этот закон превратился в концептуальный закон о запрете домашних животных. Потому что площадь не хватает, запретили. Значит, собрание собственников не дало согласия. А мы собственников не можем даже собрать, чтобы управляющую компанию они выбрали. А вы хотите, чтобы они разрешили завести собаку? Еще раз посмотрите структурно этот законопроект. Не утяжеляйте его такими нормами, которые правоприменителям очень тяжело применить. Упорядочьте эти вопросы. В итоге законопроект решили отправить на доработку. Свои поправки любой народный избранник сможет внести до 1 декабря. Важный политический вопрос в правительственный час. Глава комитета по законности и правопорядку, известный правовед Шакир Ягузин, провел исторический экскурс в историю 20-летней давности, когда принималась новая конституция России. Сейчас сессия завершает свою работу. И на последнее в этом году заседание парламентария рассчитывает собраться во второй половине декабря. Коллеги. Спасибо, Дмитрий. Министерство юстиции Республики Татарстан возглавила Лариса Глухова. Утром нового министра на заседании Госсовета представил председатель парламента Фарид Мухамедшин. А чуть ранее Ларису Глухову с коллективом познакомил премьер-министра Татарстана Ильдар Халиков. До назначения на эту должность она работала в Министерстве финансов и в кабинете министров. Ответил Ильдар Халиков и вручил ей символический портфель. Сегодня день работников налоговых органов. С профессиональным праздником поздравил представителя этой сферы премьер-министра Татарстана Ильдар Халиков. Сегодня налоговая служба это одна из самых высокоорганизованных, эффективно работающих и динамично развивающихся государственных структур. Вы вносите весомый вклад в наполнение доходной части бюджета, в создание финансовой базы для развития нашей республики. Уверен в том, что и в дальнейшем вы своей деятельностью будете способствовать процветанию Татарстана и Российской Федерации в целом. Говорится в поздравлении. Татарстан возглавил рейтинг эффективности управления. Такое решение вынесло агентство политических и экономических коммуникаций. Работали его специалисты совместно с лабораторией региональных политических исследований Высшей школы экономики. Так вот, по их мнению, самым эффективным управленцем в 2013 году стал президент Татарстана Рустам Миниханов. За ним следует мэр Москвы Сергей Собянин. Замыкает тройку губернатор Кемеровской области. Адрес поделили на двоих. О том, что у жительницы Казани есть сосед по квартире, она узнала и счет фактуры. В ней значился человек, которого хозяйка квадратных метров никогда и не знала. Выяснилось, прописали постороннего человека без ведома владелицы, жилищники. И эта ситуация не нова. По всей республике насчитывается около 200 так называемых резиновых квартиров. Каждый эффективно проживает от 30 до 500 иностранцев. И далеко не всегда с согласием собственников жилья. В схемах разбиралась Василя Хузина. Нина Александровна присматривает за квартирой дочери и приходит в этот дом только за счет фактуры. И сама Наталья вот уже много лет живет за пределами России. Лишь изредка навещает мать. Так что жилье всегда пустует. И в управляющей компании об этом знают. Но счета за квартиру приходят такие, словно в этих стенах живет многодетная семья. Ну ладно, отопление согласно. В прошлом месяце было две тысячи с лишним. В этом месяце ладно, тысячи. А вот разная тут, да, уборка при домовой территории. Какая? Ну, человек не ходит, никого нету. А вы у вас твердых отходов. Какие твердые отходы? У нас мусора-то нет. Все, буквально все чисто, идеально. И все же Нина Александровна исправно платит. Жилищникам, видимо, показалось мало. В счет фактуру вписали лишнего жильца. Хотя в квартире прописано только Наталья. Да и то не живет. А счет за двоих прислали уже около пяти тысяч рублей. Тут терпение хозяев лопнуло. Что такое, я говорю? Непонятно, я говорю. Два человека. Откуда может быть два? Я думала, может, свой. Я взяла счет фактуры. Нет, я говорю, Наташа, смотри-то. Мам, и правда. И она вот на второй день сразу поехала уже в управление. В управляющей компании сослались на акт фактического проживания. Его составили якобы со слов соседей сверху. Дескать, они заявили, в квартире у Натальи живут квартиранты. И подписались под словами. Однако, сами подписавшиеся узнали об этом только от нас. Я никогда ничего не писала. Нет. Зачем я буду писать? Я знаю все обстоятельства. То же самое говорят и соседи по лестничной площадке. Все знают, что Наталья сделала очень дорогой ремонт. И жилье никогда не сдавала. Вот, 58. Если бы у нее жили квартиранты, вот такой чистоты, какой порядок у нее в квартире, такого бы не было. Хозяйка обратилась к участковому. Тот подтвердил, в квартире действительно никто не живет. На нарушения в действиях жилищников не усмотрел. В управляющей компании после претензий Натальи и ее матери просто вычеркнули лишнего человека из акта. Ни извинений, ни перерасчета не добились. Женщина обратилась к адвокату. Вот мы ведем разговор, конечно, самоправство. Но я не знаю, в общем-то, в части хищения, куда же эти деньги уходили. А если смотреть, допустим, на те еще факторы, которые были ранее, где они плачли, там, и даже, на самом деле, скажешь, чуть не по 4,5 тысячи, да. Человек, который не проживал вообще на территории Российской Федерации. Люди платят, деньги куда-то уходят. В управлении Федеральной миграционной службы этому случаю не удивились. Такие ситуации возникают нередко. Бывает, в квартире регистрируют не одного, а нескольких человек без ведома хозяев. Правда, не всегда в этом виноваты жилищники. Бывает, жильцов подводят свои же домочадцы. Один из них может поставить на миграционный учет любое количество иностранцев. Согласия на это остальных членов семьи не требуется. Так, по отдельным адресам татарстанцев по бумагам проживает от 30 до 500 гастарбайтеров. И таких резиновых квартир в республике около 200. Сейчас надзорные службы пытаются решить эту проблему. В частности, предлагают ужесточить наказание за нарушение миграционного законодательства. Василия Хузина, Ирад Каюмов, Вести, Татарстан. Советский районный суд Казани удовлетворил иск прокуратуры о выселении 11 членов религиозной группы фейзрахманисты. Они утратили право на три жилых дома по улице Торпеная. Их выселят без предоставления жилья. Религиозная группа признана экстремистской. Ее деятельность запретили. Члены секты не регистрировались по месту жительства, а значит, нарушили требования миграционного законодательства. Это единственное место, где эта религиозная группа осуществляет свою деятельность. Чтобы разобщить эту группу, было принято решение обратиться в суд с исковым заявлением о выселении указанных граждан. Мамы с дочками, теперь уже родными, вернулись домой. Речь о двух людмилах, которых три месяца назад выписали из Челнинского роддома с чужими детьми. О подмене стало известно на прошлой неделе, когда были готовы результаты теста ДНК. Виновные в этой истории уже названы и наказаны. Адвокат Трофимовой и Дубаевой сообщила, что они будут требовать денежной компенсации от Камского перинатального центра. Ее размер они пока не определили. Почему не определились? Хотят пожить с родными детишками дома в течение, ну вот как бы определились, что декабрь и возможно в начале нового года 2014-го они определятся с суммой. Но даже в этом случае мы не сразу побежим в суд с иском, а попытаемся с роддомом решить это все мировым соглашением. Они согласны, они идут на это. ГТРК Татарстан и Росфонд продолжают совместный благотворительный проект. На прошлой неделе мы рассказали о Азалии и Мамуддиновой. У нее сахарный диабет. Ей нужна была инсулиновая помпа. Благодаря вам она появилась у ребенка. Помощи нуждается и Света Станкевич из Набережных Челнов. У девочки сложный диагноз – анкилоз височно-нижнечелесного сустава. Требуется операция. Помочь можно, отправив смс со словом «Дети» на номер 5541. Стоимость сообщения – 75 рублей. Собирать браслеты и бусы Света может часами. Рукодельничать ее научили на уроках технологии. Это любимый предмет в школе. Правда, посещать его получается не всегда. Причина тому – страшный недуг. Анклиоз право височного нижнечелесного сустава. Проблема со здоровьем у девочки начались еще с рождения. Когда Света родилась, у нас было заражение кровью. То есть сепсис была задета костная система. Болезнь – остеомиелит. Нас вылечили. Мы месяц провели в отделе патологии новорожденных нашего города. Болезнь напомнила о себе через 4 года. Родители заметили – нижняя челюсть девочки скашивается вправо. Походы к врачам результата не дали. Медики только исправляли прикус. Говорить открывать рот, Свете, с каждым днем все труднее. У меня есть мечта, чтобы вылечиться. На руках я хочу, чтобы я отвечала понятно. Помочь девочке взялась одна из клиник Екатеринбурга. Решить проблему можно только хирургическим вмешательством. Стоимость операции – 113 тысяч 115 рублей. Таких денег у семьи Станкевич нет. Вся надежда только на неравнодушных людей. Помочь можно, отправив смс со словом «Дети» на номер 5541. Стоимость сообщения – 75 рублей. Как внести большую сумму, можно узнать на нашем сайте – www.trtdefistv.ru и на сайте Русфонда. Карина Насрудзинова, Фируза Насырова, Алексей Захватов. Вести. Татарстан. Набережные Челны. В эти дни в республике были усилены меры безопасности. В особом режиме работали кинологи. Они проверяли крупные центры, общественный транспорт, метрополитен. В набережных Челнах сотрудники МЧС решили пополнить свои ряды добровольцами и предложили горожанам обучить домашних любимцев поисковым работам. Для собак и их хозяев это первая тренировка на площадке. А потому упражнения на снарядах преодолеть удается не всем. Пескарат, несмотря на старания хозяйки и опытного кинолога, не захотел залезать на горку. Собака и щейка должна быть не только физически развитой, но и послушной. Именно дрессировкой занимаются в набережных Челнах. Если собака не будет управляема в поиске, мы ее можем потерять. То есть комплекс упражнений по послушанию обязательно должен быть. Без этого никуда. Первичная аттестация смотрится именно по ППЛ. Как собака управляется проводником. После тренировок на площадке приступают к работе на местности. Основное и самое важное в работе собак-волонтеров. Обычно во время отработки последствий катастроф и щейке необходимо обнаружить несколько специальных закладок, оставленных кинологом. Когда же пес находит их, он должен привлечь внимание лаем. За это в ответ получает поощрение. Собаки тоже сдают экзамен. Чтобы получить аттестат, уходят до полугода. Каждому из этапов обучения особое внимание. Ведь эта работа очень ответственная и в реальной жизни права на ошибку у собак нет. Евгений Вневич, Елена Портнова, Ильнар Мустафин. Вести. Татарстан. Он не ходит на обед, не жалуется на сложную работу и готов часами говорить о книгах. В центральной библиотеке Лениногорска появился необычный сотрудник. Робот. Его задача провести экскурсию по читанию и рассказать о новинках, литературных. Подробности у наших коллег. Пластиковый снаружи, электронный внутри. В центральной библиотеке робот, которого коллеги ласково прозвали Робертина, прописался два месяца назад. Он проводит экскурсии и отвечает на вопросы посетителей. А ты любишь читать книжки? Очень люблю. А ты? Марат Хайрулин, ноги, глаза и уши андроида. Говорит, управлять им не сложнее, чем игровой приставкой. Он работает через Wi-Fi, и я сижу, скажем, в одной комнате, вижу всю картинку через веб-камеру и микрофон, установленный на этом роботе. В это время управляем. Робертина родом из Москвы. На службу в Лениногорскую библиотеку прибыл по гранту Министерства культуры Татарстана. Необычным помощником в читальне гордятся. Такого в республике нет ни у кого. На мероприятиях его активно использую. Реагируют, но вы представляете, это инновация. Люди, в принципе, не видели никогда роботов, вот так вот вживую. И у всех, конечно, идет восторг, восхищение. И люди даже приходят повторно, просят так отдельно показать, не только на мероприятиях. Новый коллега на расхват. Его зовут в школы и детские сады. Сейчас уже на него чувствуется спрос со стороны школ, училища, детских садов. Потому что это помогает разнообразить мероприятия. В Лениногорской библиотеке готовится к настоящему библиобуму. Пока Робертина подзаряжает батарейки, его коллеги расписывают смотрины на несколько месяцев вперед. Фрида Шмуратова, Альфия Зиязова, Артем Брюхачев. Вести Татарстан, Лениногорск. Сменить табачный дым на свежий воздух в салоне предложили сегодня водителям общественного транспорта. За каждую выброшенную сигарету им дарили конфету. Акцию провели в Международный день отказа от курения. Насколько действенны такие методы и возможно ли бросить курить за день в репортаже Алии Сафиной. Все знают, что курение это вредно. Но немногие могут отказаться от пагубной привычки. Сегодня курильщикам решили помочь. Предложить вместо сигарет конфеты. Акция традиционная, проводится ежегодно. На этот раз начали с водителей общественного транспорта. Жалоба на дым в салоне одна из самых распространенных среди пассажиров. Теперь курение на рабочем месте не просто вредная привычка, а нарушение закона. За здоровый образ жизни теперь можно агитировать не только словом, но и делом. Штрафовать нарушителей. Как вы видите, водители делают это с большим удовольствием. И меняют даже не сигарету, а дают целую пачку за одну конфету. Контрольная ревизионная служба у нас ежедневно проводит линейный контроль. При выявлении случаев табакокурения составляются акты, направляются в предприятие пассажирского транспорта, где к нарушительным принимаются меры административного воздействия в ходе до лишения премии или другие меры. Неизвестно, что действует лучше – лишение премии или конфеты. Но за год из двух тысяч водителей курить бросили 400. Андрей Козов, например, бросил курить в полтора месяца назад. А почему бросили? Почему? Вообще не объявляли. Поход пожить побольше. За час работы волонтеры собрали целый пакет сигарет. Список мест, где нельзя курить, настолько велик, что проще перечислить, где можно придаваться вредной привычке. Теперь она еще сильнее бьет по карманам. За курение в неположенном месте штраф от 500 рублей до 150 тысяч. Это не значит, что курить можно будет где-то на созданном месте для курения. Нет. Место можно создавать, но за забором. Если разрешат собственники той территории, которая будет за забором. Муниципалитет или иная, другая хозяйствующая организация. С 1 июня 2014 года к числу запретных для курения мест прибавятся рестораны и бары, общежития, гостиницы, поезда дальнего следования и даже перроны. Алия Сафина, Русем Садриев, Вести, Татарстан.